С начала этой грёбанной войны я начала интересоваться историей России и Украины, именно в соотношении друг к другу. И меня стали поражать факты, которые я... ну, они же на поверхности лежат, не надо ходить в университет, чтобы всё это узнать. Ну, например, герб России и герб Украины. Герб Украины датируется 912-м годом, 910-м годом. Герб России 1550-й. Иван Грозный. Кстати, Иван Грозный это сын украинки. Сын украинки. Считай, что он украинец. Сын украинки. Кстати, Елена Глинская была охуительной женщиной. Она... Во-первых, её убили, вот, бояре. Русские, им просто вот нельзя вот дать спокойно посидеть там, делами посидиматься. Обязательно нужно кого-то отравить ртутью. Вот. А она была очень... Во-первых, она была красавица, потому что Василий Третий на неё именно обратил внимание. И на каких-то там московских барышень. Именно на украинскую красотку. Вот. И она... У неё была интересная реформа, которую я запомнила. Там московская копейка. Она объединила всю эту Московию. Все там какие-то деревни под одну денежную. Провела денежную реформу, короче. Появилась одна и та же монета. Вот. А... Кстати, если бы не отравили маму, эти тварские бояре, может быть, Иван Грозный не был Грозным. Нормально. Если бы мама была рядом, ну, любила, целовала. Вот видите. Он так отомстил вам, тварям, за смерть своей мамочки. Любимой. Вот. Так что этот орёл... Так он его же даже спиздил. Это же не его орёл. Не то, что там в 1550 году появился Геоп России. Так он же спиздил Геоп. По-моему, герб этот был и в Древнем Риме, и в этой Золотой Орде, и в каком-то Туркменистане, где он только не был. Вот. То есть это не герб России. Они просто чей-то герб взяли. Вот эту курицу. Кстати, я даже читала, что якобы курица двуглавая, потому что её треснули головой об землю, и голова размужилась. Раздвоилась. Ну, в общем, короче, это таким образом герб войны, герб насилия, герб, как бы, ну, кровопролития. А герб трезубец – это герб воли, вольного народа. Чем Украина этим занималась. У неё постоянно вот эти были свобода мысли, свобода власти, то есть отношения народа и гетмана. У всех были права. Вот это мне очень нравится в Украине. Ну, так вот. И, значит, получается, письменность. Письменность, я не знаю, когда, в каком году там письменность появилась в России. Ну, тоже, наверное, какой-то там, не знаю, там, 1550 году, тоже при Иване Грёзном. До этого было просто духовенство, церковь, какие-то там непонятные языки, которые я не пойму, о чём они там говорили. Вот. То есть русский язык преобразовался, изменился миллион раз. А украинский язык, как вот с 912 года слово о полку Игореве, тоже украинское как бы создание, так оно до сих пор и звучит. Вот как в 912 год было написано слово о полку Игореве, так он до сих пор и можно на нём разговаривать. То есть язык незыблемый. А у нас постоянно зыблится и пиздит у других народов всё, что можно, всё, что плохо лежит. Вот, пожалуйста. То есть, получается, печать с гербом в Украине пошла с 912 года, печать в России с гербом курицы 1550 год. Получается, разница на 600 лет. Письменность появилась тоже примерно в 912 году в Украине. У нас, благодаря тому, что там и то, это мама, мама Ивана Грозного, Елена, повлияла на то, чтобы бояре стали стричь борды. Потому что она приехала, она европейская была девушка, да, она хотела, чтобы всё это вонь, всё это волосня уходило. И Василий, муж её стал стричь на неудовольство бояр. Боярцы, что такое? Мы хотим быть бородатыми. Короче, московиты, давайте отращивайте, а всё, обратно. Всё, откатываемся назад. Иван Грозный открывал окно в Европу. Пётр Первый открывал окно в Европу. Вопрос, зачем открывал? Вот где вы сидели до Ивана Грозного, вот туда, к Василию Третьему, туда и возвращайтесь. Можете даже с вами гербом курицы. Продолжение следует... Продолжение следует...